В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте, смотрите сегодня выпуски. Поздравление ветеранов, парад военной техники, возложение цветов к вечному огню, торжественный митинг ко дню победы на площади Ленина. Победный строй. Саровчане приняли участие в акции «Бессмертный полк». Праздничный забег в нашем городе прошла легкоатлетическая эстафета ко дню победы. Далее расскажем обо всем подробно. Торжественное шествие, георгиевские ленты, песни военных лет. В нашем городе отметили 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – особенный праздник для каждой семьи. Сложно найти человека, которого бы не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионов солдат и мирных жителей. Традиционно в День Победы на площади Ленина проходит торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь». Ясное солнечное утро 9 мая, ровно 9 часов утра. По традиции на площади Ленина собрались саровчане от мала до велика. Ветераны в орденах и медалях, пионеры в красных галстуках, школьники в парадной форме и с георгиевскими лентами. У всех руках красные гвоздики, как символ памяти погибших в той страшной войне. Мы сегодня чтим тех, кто пережил войну, кто трудился в тылу, но не дожил до сегодняшних дней. Вечная слава и вечная память героям. В далеком 41-м добровольцами на фронт отправилось более 950 саровчан. 523 из них не вернулись с полей сражений. Имена жителей нашего города, которые отдали свою жизнь за великую победу, увековечены возле памятника «Вечный огонь». Когда близится день 9 мая, каждый советский человек, каждый российский человек вспоминает о тех потерях, о своих дедах, прадедах, отцах, всех тех, кто оставили свою жизнь в защиту нашей Родины. В завершение торжественного митинга ровным строевым шагом на центральную площадь вышли лучшие пионеры города, активисты Союза детских организаций «Сияющие звезды». Впервые в этом году в параде принял участие конно-спортивный клуб «Саров». После чего саровчане увидели колонну ретро-техники военно-исторического общества 1945. Колонны войск, Росгвардии, работники силовых структур, общественные организации ветеранов внутренних войск, боевые братства, дети войны, труженики тылы, ну и, конечно же, ветераны. Колонны саровчан прошли по проспекту Ленина до мемориала «Вечный огонь», где возложили цветы в память о павших в Великой Отечественной войне. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. С каждым годом в День Великой Победы в рядах участников праздничного шествия насчитывается все меньше людей, причастных к событиям 73-летнего срока давности. Время неумолимо движется вперед, но потомки хотят помнить и знать тех, кто спас мир от фашизма. Миллионы людей по всей стране приняли участие в шествии бессмертного полка. О том, как он прошел в Сарове, расскажем далее. Сотни саровчан встали в строй бессмертного полка, чтобы вспомнить тех, кто отстоял нашу землю, нашу свободу, тех, кто отдал свои жизни за наши. Более 27 миллионов человек полегли на полях сражений Великой Отечественной под бомбежками в блокаде, в фашистском плену и концлагерях. Это тетя нашего дедушки, вот ее дедушки. Костромина Анна Петровна. Мы ей очень гордимся, она прошла у нас всю войну. Это Никиска Степана Ивановича, он прошел тоже всю войну, тоже я больше мало чем знаю о нем. Я гордимся. Василий Федорович Доронин не пропустил ни одного шествия. Для него бессмертный полк – это не просто фотографии. Это возможность еще раз вспомнить дорогих сердцу родственников и знакомых, отдать им дань памяти, низко поклониться за их подвиг. На фронт ушло немало близких мужчины, но на парад ветеран пришел с фотографией одного из главных людей в его жизни – отца Федора Петровича. Был ранен, два раза в бою под Москвой, в обороне стояли. Жили с моим земляком, с соседом. Как-то мы встречались в крименках. Вася, мы с твоим отцом рядом в окопах, в зимних, да, перебегали. А он вот весь рост ебал, феечка, согнись. А ничего, не ходили. Вот так отец у меня погиб. В бессмертном полку многие шли целыми семьями, чтобы передать эту бесценную память детям и показать, как важно не забывать тот подвиг. Это мой прапрадед, Величков Степан Васильевич. Он пропал без вести в 1942 году. Галина Чукрина родилась в 1946 году. Она не застала всех ужасов войны, но знает о них не понаслышке. Ее отец был сапером, и ему удалось пройти всю Великую Отечественную и вернуться домой к жене и детям. Ушел сразу с первых дней войны. 33 года. Осталось пятеро детей. Мама вот. После войны пришел. Был четырежды ранен. Дошел до Берлина. В нашем городе в шествии бессмертного полка приняли участие 6,5 тысяч жителей. У каждого из них есть своя история о тех, кто приближал победу на фронте и в тылу. О людях, которые еще в то время навечно вписали себя в историю нашей страны. Нелегкую победу одержали не только именитые генералы и командующие. Это заслуга каждого жителя Советского Союза. И сегодня, благодаря бессмертному полку, мы узнали многие имена наших героев. Мария Ирунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Департамент городского хозяйства сообщает, что с 8 утра 12 мая до 5 вечера 18 мая в районе строящегося здания по адресу Зернова, 34, будет закрыт проход для пешеходов и ограничен проезд автомобилей. Причина – проведение работ по устройству водопровода. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородском главке предложили жителям региона оценить работу полиции. Соответствующий опрос размещен на официальном сайте Главного управления МВД России в Нижегородской области. Граждане могут дать общую оценку работы стражей правопорядка, а также указать те направления, в которых сотрудникам полиции стоит прилагать больше усилий. В воскресенье 13 мая волонтеры из центра «Радость Мэ» поедут в Потминский детский дом. По сильной помощи ребятам могут оказать и горожане. Детям необходим смеситель для ванной, веревка для белья и прищепки, констовары и пазлы. Полный список того, в чем сейчас нуждаются воспитанники детского дома, опубликован в группе «Центр Радость Мэ» ВКонтакте. Пожертвования с пометкой «Пусть мы» можно приносить в церковный гуманитарный склад по адресу улицы Пушкина, дом 24А или в Храм всех святых. В Кстове завершился всероссийский турнир по самбо. За награды боролись юноши 2006-2007 годов рождения. Воспитанники спортивной школы «Икар» Данила Султанов и Сергей Гнутов в своих весовых категориях завоевали бронзовые награды. По случаю Дня Победы в 17-й столовой прошел торжественный праздничный вечер. Ветераны войны и труда, дети войны и труженики тыла собрались, чтобы вспомнить всех тех, кто внес свой вклад в Великую Победу. Тех, кто защищал нашу страну на фронте и в тылу. Уплачена очень высокая цена за тот мир, который до сих пор царит на нашей земле. У нас не было таких масштабных войн уже 73 года. Это была народная война, святая война, священная. И то, что мы в ней победили, наши деды, прадеды отстояли мирное небо над головой. Огромная, огромная помощь была также от тружеников тыла. Гости вечера услышали теплые слова поздравления и любимые песни в исполнении творческих коллективов города. К другим новостям продолжился праздник 9 мая по традиции в парке культуры отдыха имени Зернова. Для саровчан подготовили увлекательную программу «Будем жить», в которую вошел историко-патриотический квест, концерт творческих объединений, интерактивные площадки, а также танцевальная программа под песни военных лет. Военные машины, полевая кухня, выставка фотографий собак-героев и множество интерактивных площадок, на которых можно было не только больше узнать о событиях тех лет, но и получить за это призы. В общую атмосферу главного праздника страны были вовлечены и самые маленькие жители города. Наши прадеды, деды сражались ради того, чтобы мы сейчас жили, чтобы мы сейчас наслаждались этим небом, чтобы мы просто наслаждались жизнью. И поэтому я считаю, что это очень правильно, то, что дети сейчас рисуют рисунки, посвященные победе. Мне кажется, это наиболее важное, правильное, то, за что как раз сражались наши родственники. Впервые в этом году в парке прошёл историко-патриотический квест на Берлин. Его участникам предстояло научиться стрелять из винтовки и проходить минное поле. Главная цель – преодолеть все задания, добраться до Рейхстага и написать на нём поздравительные слова в честь Дня Победы. Мне очень понравился этот квест, и вообще почти всё понравилось, на самом деле. И очень радуюсь, что и маленькие дети интересовались. Я научился лучше стрелять, пользоваться миноискателем, в званиях стал лучше разбираться. Очень нужны такие квесты. Они позволяют вспомнить, узнать, как это было тяжело, физически, морально, как это было сложно, чтобы это было в памяти, чтобы поколения последующие помнили, как сложно далась нам эта победа. День Победы! Ура! Не обошлось и без праздничного концерта. На танцевальной площадке дети и ветераны вместе с артистами исполняли песни военных лет и, конечно, танцевали под гармонь. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Круглый год в городском музее работает экспозиция «Герои СССР. Жители Сарова». В ней собраны уникальные экспонаты, среди которых подлинные документы, фотографии, архивные записи и статьи из газет времён Великой Отечественной войны. В канун Дня Победы выставку посетили ученики 15-го лицея. На рассвете 22 июня 1941 года раздался пронзительный, неразборчивый голос Дневального. Вслед за ним кто-то вбежал в казарму и крикнул «Боевая тревога». Так начало войны вспоминает Сергей Васильевич Сметанников, участник Великой Отечественной, который воевал за родину в составе танкового полка. Экспозиция «Герои Советского Союза. Жители города» наполнена историческими фактами и воспоминаниями тех, кто ковал Великую Победу. Здесь есть и документы, посвященные заводу 550, нашим первым директорам, корпуса снарядов, выпускавшись на нашем заводе, и документы наших ветеранов, живших в нашем городе. Именами двоих героев Советского Союза, Михаила Казамазова и Владимира Сосина, сегодня названы улицы Сарова. Всего в годы войны на фронт ушло 1082 жителя нашего города, 100 из которых получили награды за боевые заслуги. Я живу на такой улице Сосина, и ее назвали в честь такого человека, который воевал на войне и получил медаль как герой Советского Союза. Памятные реликвии, вынесенные с полей сражений, настоящие боевые снаряды и не только. Экспозиция городского музея, посвященная героям СССР, хранит уникальные газетные статьи, фотографии и документы, которые расскажут о тех временах лучше любого учебника по истории. Если не заложить знания и хотя бы какой-то эмоциональный настрой, соответствующий этому периоду, правильное понимание, то потом это уже может не заложиться никогда, потом будет просто поздно. Поэтому малыши всегда с интересом слушают про войну, всегда хорошо все понимают, хотя нам иногда кажется, что это слишком сложно. Это благодатная аудитория. Выставка будет интересна горожанам любого возраста. Прикоснуться к истории Великой Отечественной войны можно в течение всего года. Экспозиция работает по коллективным заявкам. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В Сарове в 70-й раз прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Сотни спортсменов пробежали символическую дистанцию в 2,5 километра. Даниила Зюкина из 2-й гимназии можно назвать старожилом легкоатлетической эстафеты в День Победы. Для него выступление на этом соревновании уже пятое по счету. И каждый год без медали молодой человек с площади Ленина не уходит. Я помню свою первую эстафету, тогда мы не бежали к вечному огню, мы бежали до Комсомольской площади и поворачивали за ДК. Я бежал на этапе 200 метров от памятника и до поворота на автобусную основку за ДК. На линию старта 9 мая вышло 10 школьных команд. Конкуренция сильная, а золото в эстафете ценится очень высоко. Чтобы не подвести команду, готовиться к состязанию Даниил начал еще, когда на улице лежал снег. Я бегал вокруг дома, по улице, вокруг района. Как только сошел снег, я начал бегать на икаре, готовиться на длинные дистанции, на спринтерские дистанции. Потому что я готовлюсь не только к эстафете, я готовлюсь и к парашюту многоборья, бег на 3 километра. Организаторы стараются сохранить и приумножить добрые традиции эстафеты. Одна из них – торжественный парад спортсменов перед началом соревнования. Честь вывести более сотни участников предоставляется главному судье. Эстафета в этот год является юбилейной, посвященная 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Я считаю, что это очень почетно и достойно. Все рассчитано до деталей, до того места, до куда мы должны дойти, как развернуться, куда посмотреть. Соревнования закончились. Сильнейшими в этом году в женских и смешанных забегах стали сотрудники внеев. Среди младших школьников золото досталось школе номер 5, а среди старшеклассников первыми оказались гимназисты. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин